Привет друзья, это канал Кинг Драйв и очередной выпуск о самых интересных событиях из автомобильного мира. Если вам интересен наш канал, подписывайтесь, чтобы не пропускать свежие выпуски. Этот год для компании Bugatti стал поистине выдающимся и очень важным. Французский бренд в очередной раз сменил хозяина и вошел в состав новой компании Bugatti Rimac, а ее главой отныне является тот самый талантливый и успешный предприниматель и инженер Мате Римак, в которого в свое время поверили в Порше и вложили немаленькую сумму денег в развитие молодого бренда. Сегодня же мистер Римак является главной надеждой Европы в борьбе с Тесла, и именно он способен подарить миру что-то совершенно новое. Благодаря свежему интервью-изданию Motor Trend глава Bugatti Rimac поведал о дальнейших планах на будущее и о том, что в скором времени у французского бренда появится новая модель в семействе, которая не будет похожа ни на что ранее выпускаемая компанией. Мате недвузначно намекнул, что это будет кроссовер с достаточно длинным капотом. Если вернуться на пару лет назад, в 2019 год, бывший глава компании Мистер Винкельман прямо намекал, что в Bugatti всерьез рассматривают возможность выпустить кроссовер под французским брендом, и даже были произведены кое-какие расчеты и первичные наработки. Все эти документы само собой сохранились, и Мате Римак видит в этом проекте серьёзную возможность повысить финансовую привлекательность Bugatti и подарить компании очень прибыльную модель. Это не значит, что новинка будет массовой и доступной. Наоборот, кроссовер от Bugatti станет самым дорогим представителем своего семейства, и по стоимости превзойдёт даже Rolls-Royce Cullinan. Это будет первый в мире гипер-SUV. Представляете, какая очередь выстроится за столь уникальным продуктом? Учитывая, что технологическую часть на себя возьмёт Римак, а внешность создадут в Bugatti. Это будет гремучая смесь мощи и дороговизны. К тому же у Римак уже есть подходящая силовая установка для такого проекта. Речь идёт об Римак Невера и её четырёх электромоторах. В случае с кроссовером суммарная мощность новинки будет доведена до уровня в 2000 сил и 2360 ньютон-метров, а на первую сотню такой проект будет тратить чуть более двух секунд, а максимальная скорость превысит порог в 400 километров в час. И эти показатели очень впечатляют. Остаётся один вопрос, какому формату отдадут предпочтение в компании, так как раньше в Bugatti рассматривали кроссовер в трёхдверном исполнении. Дата реализации такого амбициозного проекта на данный момент неизвестна, но я не думаю, что в Римак будут затягивать с этим. К тому же у компании уже есть готовые наработки, осталось их только оптимизировать под конкретные задачи. Друзья, а как вы считаете, нужен ли кроссовер Bugatti или же это пустая трата времени и проект не получит признания среди почитателей марки? Как всегда оставляйте свои комментарии под этим роликом, а мы двигаемся дальше. Компания Nissan провела виртуальную презентацию, на которой рассказала о своих дальнейших планах по внедрению электрифицированных технологий в актуальный модельный ряд. Руководство компании приняло очень важное решение – ускорить процесс электрификации всего модельного ряда. И уже к 2030 году компания планирует выпустить 23 новых модели, 15 из которых будут электромобилями, а остальные – гибридами. Также будет увеличено финансирование отдела занимающегося разработкой аккумуляторных батарей, чтобы впоследствии отказаться от кобальта и тем самым снизить стоимость конечного продукта. А в 2028 году компания планирует перейти на твердотельные аккумуляторы. Под эти нужды будет построен отдельный завод в Йокогаме. Основная цель, которую преследует в компании – в 2050 году стать углеродно-нейтральным производителем и полностью перейти на производство электромобилей. Учитывая сегодняшние тенденции в автомобильном мире, такие шаги кажутся вполне ожидаемыми. К тому же у Nissan в данный момент дела идут не лучшим образом после относительно свежего скандала с бывшим руководителем Карлосом Гоном. Сейчас же компания пытается выбраться из-за тяжного кризиса, выпуская на рынок новая модель из ДВС, при этом потихоньку вливая деньги в разработку электрокаров, чтобы в нужный момент предложить покупателям новый продукт. Будем надеяться, у них все получится. Новый Hyundai Ioniq 5 стал автомобилем года в Германии. Корейский электромобиль так понравился судьям за свой необычный дизайн и просторный салон, что они решили отдать ему золото в свежем рейтинге. За первое место необычному электрокару пришлось побороться с Peugeot 308, соплатформенным Kia EV6 и двумя немцами, Audi e-tron GT и Porsche 911 GT3. Всех этих претендентов Ioniq 5 обошел благодаря грамотному симбиозу комфорта, дизайна, производительности и удобства. Конечно же не последнюю роль в этом сыграла и цена, которую тоже учли при сравнении с другими конкурентами. Самое любопытное, что в прошлом году первое место тоже досталось электрокару. Это был Porsche Taycan. Что ж друзья, а у меня на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые ролики. А также не забывайте о нашем инстаграме, доступном по ссылке в описании. Всем удачи, пока!